привет братишка привет сестренка это я отец шумора и добро пожаловать в дэйзик но в дэйзик стендал он братишки моей сестренки по одной простой причине значит дэйзи обновили добавили гранатометы какое-то событие которое сейчас идет в игре и я пришел посмотреть на оригинальный дэйс как говорится на ванильный вот вместе с тобой поэтому не забывай поставить лайк если ты хочешь дэйз пытался пробиться короче на сервер с модами на самом деле думал там проще гранатометы достать посмотреть и так далее но к сожалению когда мое место в очереди дошло как говорится какой-то челик до назовем так мягко говоря значит решил пройти с при приоритетным пропуском на этот сервер и меня нахер выкинуло и мои час ожидания пробивания на сервер к сожалению не увенчались успехом поэтому давай посмотрим как выглядит дэйз стендал он после обновления недавнего которые совсем недавно ввели и я хотел бы здесь по выживать поговорить с тобой отдать ты мне расскажи нужен ли тебе дэйс на канале как говорится да мы с тобой вот проводили стрим я решил немножко отдохнуть от игры да как говорится получить удовольствие в других играх что успешно в принципе у меня получилось и поэтому с дэйзом был небольшой перерыв но ты знаешь что как бы мне игра нравится мне хочется повыживать я знаю что многим ребятам тоже она нравится на канале поэтому я ее естественно не оставляю я решил подождать как говорится да посмотреть чё да как вот поэтому я так со многими играми делаю нужно давать передышку об она монтировать кейбр заебись здесь включен естественно на ваниле вид от третьего лица что не очень хорошо на самом деле для по составляющей игры потому что ты можешь от третьего лица в принципе вот так вот встать и следить за передвижениями челиков да то есть поэтому на многих модовых серверах вид от третьего лица отключен по умолчанию об по нам блять не понял блять я здесь не один он у меня здесь клиентура ребята в городе есть хуй и он работает по зомби это конечно все прекрасно гранатомет наверное я не найду в городе да то есть мне скорее всего нужно будет военочка но тем не менее давай про что здесь творится блять почему канистра стоит просто так чё-то мне это ребята не нравится блять наденем вот такую каску причина этому 1 если захочу с кем-то попиздеть я смогу с ним попиздеть блять чё-то мне это не нравится у меня плохое предчувствие возможно прямо сейчас за мной следит хуй паранойя скажешь ты ни хуя мы знаем с тобой что такое дейзы да здесь может быть молодой человек уже ползает блять на своих двоих на своих корточках и ждет меня главное начали к с дробашом сейчас не нарваться иначе пизда можно конечно размонтить побегать очень холодно персонажу почему-то поесть попить бы прямо сейчас давай мы с тобой наверное то что у нас есть чтобы это никому не досталось захаваем блять а то вдруг меня сейчас реально припиздюлит челик да и достанется ему моя еда вода а у меня персонаж голодный нет лучше уж мы поедим соответственно а это все что у меня было да у меня же воды нету с собой замечательно со старту воду не дают значит надо искать блин а мне это не нравится здесь есть тела однозначно почему он зомби такой рюкзак не взял мне непонятно но я в городе не один так сейчас мы кого-то встретим скорее всего возможно подружимся с ним совершим предательство либо не предательство посмотрим огнестрел бы найти любой ванильный дейсон соответственно естественно отличается вот модовых серверов до шлем кто-то положил мягкая игрушка все двери открыты челик здесь бегал совсем недавно чел здесь есть но куда он пошел непонятно у меня из оружия только монтировка надеюсь у него нет никакого огнестрела здесь мы нихуя не найдем на самом деле таких вот помещениях поэтому она обманули пацана так вода есть у нас да так еды бы нам найти бы и воды бы нам найти бы и нам нужен с тобой чубе речи вообще рассказывает из играешь если играешь как с какими модами на ваниль очень легко заболеть получить пизды но здесь нет ни маркетов да например у ванилы то есть ты не можешь там купить что-то продать все достаточно сложно система строительства не то но тем не менее есть свой интерес как бы особенно когда патчи выпускаются всегда интересно посмотреть как игра себя чувствует принципе с того момента когда есть стендал он вышел да они очень сильно запилили допилили игру потому что когда у него был релиз это было просто что-то безумно безумно сломанная блять это эта игра была реально очень сломана в ней было очень много проблем что это было это ветер мне и блока лыше где-то я кого-то слышу о заебись теперь со мной все подружатся теперь я привлекательный стал у меня теперь есть такая вот маска блять ну еще будем мы делать с тобой сезон выживания в стендалоне или нет да это я как первую серию делают для того чтобы интересно тебе в стендалон по выживать до развиться до гранадомета как говорится до посмотреть на него это естественно на военочку надо будет пойти в принципе мы знаем маршрут отсюда как бы можно будет добраться поэтому мне нужны твои лайки не забывай поставить если ты хочешь да и за на канале чтобы мы с тобой по развивались стендалона вам или все-таки мы с модами пойдем с тобой выживать поэтому у меня к тебе вот такие вот вопросы сейчас потому что хотелось бы новый сезон выживания отлично да ты чё нахуй ты чё блять переебинка блять акт милосердия получено достижение что это конечно великолепно и кстати такие игры больше нравится 1 лет 3 лица мне 3 лица не нравится вот как раз об она они как раз по той причине что очень легко крысить да на таких серверах то есть тебя очень легко могут припиздюлить ну и ты конечно же можешь припиздюлить да то есть у тебя есть видимость для здесь паркур не работает поэтому мне от первого лица все-таки как-то по пизде конечно приятнее смотреть на персонажа когда ты видишь его как он бегает до когда-то наблюдаешь за его спиной ни хуя не понял что на этом сервере происходит блять так ребята идите нахуй пожалуйста это не тебе естественно что во первых в них зомби с фонариком это прекрасно почему здесь петушок с гнилым мясом нетронутый петушок и стейк из человечины рядом с петушком что здесь блять происходит и это стейк из человечины понимаешь здесь что за нахуй здесь какой-то маньячелло блять оставляет мне знаки понимаешь рюкзак валяется потом вот это блять это знаки здесь сидит жесткий маньяк блять стейк из человечины рядом с петушкой какой у тебя выбор него красная или зеленая блять что ты выберешь стейк из человечины или курочку он догасит если он выберет стейк из человечины то это мой напарник какой-нибудь маньяк такой знаешь там блять такой же как и я блять слушай но такое интересно интересно если вы кто-нибудь так вот следил бы подставы делал не понимаю просто логика чел заморил петушка до пизданул его в ангаре не разделов он выкинул мясо человека рядом блять это все как-то странно пет и зомби монтировочка такая себе там еще зомбарик мне бы с них что-то снять понимаешь что-то бы найти бутылку воды бы нормальную мне нужен гидрант на самом деле и надо бы порвать что-то у меня нет ножа ничего такого чем бы я мог порвать одежду короче много проблем у нас но может быть челик будет здесь по соседству ничего не могу сделать с этим порвать на тряпки порезать ничего не могу нужны ли вы бинты либо нож а ножа нет лута нет потому что здесь все вырезана кто-то здесь явно бегает прямо сейчас точнее пробежался совсем недавно может быть час до бежим найдем автомобильная лампа то что мне нужно для выживания в безе спортивные штаны 0 из 20 у меня рюкзак из даты слоты у меня есть все в принципе в порядке здесь может быть топор кстати говоря на спауне если я не ошибаюсь но по крайней мере таких местах он спаунится о дальномер есть отлично если чё смогу измерить только нахуй мне нужен и почему даль дальномер валяется здесь спауниться нихуя не просто посмотри они налетают как чё-чё-то с зомбями сделали что-то они прям жестко вау понял брат но ничего вроде не повредили нормально все там зомбарь кралс подмучил короче нихуя здесь нету сервер абсолютно пуст катушка не сервера место по луту все что мне нужно это ножик какой-нибудь ножик топор топор ножик но у меня такое ощущение что здесь что-то что-то слезали ну то есть челик какой-то здесь было он все вылезал мне кажется он на самом деле здесь на райончике поэтому ищем челика это чё было нахуй господи у меня пизда кровотечка кровотечка охуенный я пазан так ладно зомбаря сданули что-то для меня плохое предчувствие куртка рабочего давняя пиздатая толстовка все правда подранная порванная но я не думаю что я смогу это починить все на двигать дальше отсюда бушлат возьмем делаем вот так нужно попить поесть на самом деле и военочку какую-то пролутать еды нихуя нет чел побежал туда дальше по-любому вот такие вот места лутать я не знаю только если там гвозди какие-то найти еще что-то да то есть такие вот строения нам нахуй не нужны в принципе можно их пропускать топор можно найти там единственное что мне вон те домики нужны сейчас поэтому мы бежим туда если вдруг я чела какого-то пропустил напиши мне потому что я могу мне главное никого не упустить из виду темнеет еще минус большой на официальных серверах да не делают рестарты естественно ночью в принципе ночь хорошая тема конечно же не для видео хотя в принципе своя атмосфера но я имею ввиду хорошая тема то что многие бегают с фонариками хуй 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 сам очевидно что Я не встал. Да, я встал. Да, я встал. Ну, ладно. Где ты идешь? Я просто спалил. Я просто спалил. Я просто спалил. Ох, боже. Да, это нечего. Я не умер. Умер, я не умер. Ты не умер. Ты хочешь успеха? Да, почему не? Спасибо, боже. Здесь ты. Нет проблем. Ты можешь присоединиться, если хочешь. Я вернусь в около 1-2 минуты. Я просто собираюсь найти красивое место, чтобы спать. Хорошо, боже. Я могу помочь, если хочешь. Ох, нет, это хорошо. Я отвечу, нет проблем. Нет, я могу помочь сегодня. О, как... Да. 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 Ты у тебя хорошего. Почему? Почему? Я помогу тебе, блять, маленький, блять. Спасибо, бро. Ты. Я люблю таких вот маленьких, блять. Война, война, блять. Аааа! Сука, сам отдался. Ну ладно, но все, ну топор у него есть, блять. Топор есть, блять, сковородку. Вот, сука. Не так я хотел, чтобы это все развернулось. Ну, шляпок авбойской мне понравился топор. Ну, что я поделаю, блять. Ну, мне нравятся такие вещи. Вот. Трофейная, блять. Жалко, трусиков нету в тебе. Спасибо, брат. Он говорит, я fresh spawn, блять. Я сейчас умру. Он говорит, я голодаю. Ищу место. Блять, я тоже голодаю, кстати. Как бы мне самому не откиснуть. Ну, не еще. Пару трофейщиков взяли. Вот и от хуй у меня все, блять, и залутал. Все сожрал, нахуй. И теперь я от голода умер. Вот, молодец. Ну, не от голода, конечно, а от меня. Бля, ну, небольшое удовлетворение, конечно, я сейчас получил. Чисто моральное, да? То, что... Ага. Ну, блять, ну, это было не так приятно, конечно. Ну, то есть было бы приятнее, если бы он ко мне присоединился, и я его предал, блять. Ну, нет. Ну, блять, вот есть такое чувство, понимаешь, что вроде бы да, вроде бы и нет, понимаешь. Поэтому я хз. Ладно. Выпью воду сейчас. Еды здесь нету в райончике, я заметил, да? Хуево все по еде. У нас хуево по еде, ребята. И постоянно бурлит в животе. И почему у меня ачивки какие-то даются в бейзике? Мне интересно. Что у меня ачивок этих не было, что ли? Или это новые ачивки с патчем они добавили? Возможно, новые достижения с патчем сделано. Да. Церковь закрыта. Закрытое помещение, его не пролутать. Ладно, сейчас. Сейчас найдем что-нибудь. Может быть, еще кого-то найдем. Какие, понимаешь, вот такие вот граждане здесь доверчивые играют. Это очень хорошо. Ну, челик меня тоже увидел, явно опытный. Он говорит, ищу место, чтобы заспауниться. Чем тебе здесь не нравится? Вон сейчас. Сейчас мы пролутаемся, еду найдем. Эх, такие вот игроки пошли, блядь. Быстро сдаются, понимаешь? Похую, прям по воде побежали, блядь. Почему я прыгнуть не могу? Братан? А? У него вообще со стаминой все хуево. И штаны мокрые. Блядь, сейчас заболеет нахуй еще у меня. Ой, блядь, приключенец, блядь. Вот такие мы приключенцы. Жрать нужно что-то, срочно жрать. Если петушка найдем, придется петушка, блядь, жрать. Но мы не разожгем с тобой костер, к сожалению. Нету ни спичек, нихуя. Блядь, так всегда интересно, когда ты бичом начинаешь выживать в игре. Ну, то есть у тебя ничего нет, как ты к этому приходишь. Это очень круто. Мне нравятся выживалки именно в этом ракурсе, да? То есть ты начинаешь с ничего, и как у тебя происходит вот этот путь. Опа, нихуя! Сука. Тут еще хуй. Ну вот только где. Одежду менял прям здесь. Переодевался, вон. Нет, здесь одежда испавнится. Петушка слышу! Почему я разделать не могу? Разделывать будем? Родной! Вот он, Петя! Че он его разделать не собирается, я не понял. Или я топором не могу разделать? Че-то я делаю не так, да? Подожди. Объединить. Братан, ты шнурки завязываешь, блядь? Или че? О! Разделочка пошла. Так, ладно, у нас есть мясо. Мы хотим есть, да? Мясо есть. Спички. Теперь нам нужны спички с тобой, братишка мой. Либо просто еды найти. Выебись. Говорит, мне нужно хорошее место для спауна. А чем тебе, блядь, здесь не... Вон я, пожалуйста, иду сразу нашел. Еще и Петю себе завалил. Не знаю, странные выживальщики пошли какие-то, я тебе говорю. Блядь, а грязными перчатками ем. Сука. Надеюсь, с этим все будет в порядке. Че, нормально там? Нормально. Хоть чуть-чуть поднасытился. Блядь, темнеет очень сильно. Ну, это такие, понимаешь. Ой, блядь, ничего нету. Мне это место для спауна не нравится. Пошел сразу. А мне вот нравится. И кеды мои новые, мне нравятся. И зомбарик мне нравится. Вот баночку колы, пожалуйста, заказ. Смотри, сейчас банка колы будет специально для меня. Хуяк? А, нет, сука. Жалко. Очень много зомби на улице стоят. В заведении что-то может быть. Ну, вот здесь вот по логике вещей должны быть... Должна быть еда. Здесь везде плюшевые медведи. Давай! В городе еще кто-то есть, я уверен. Написано хлеб. В городе есть кто-то еще. Мне вот эти кеды пизде нравятся. Кеды, конечно, это прекрасно, но нужна военная территория. Нам нужны военные локации. Лишь бы нам не обосраться. Нужна военная локация. Я люблю. Это зомбарь там стоит. Уже нихуя практически не видно. Я это, конечно, высвечу немножко ролик. Можно зажечь фонарик, конечно. И быть как развитие рождественская елка, привлечь к себе внимание. Понятно. Челик с ганом. Чел с ганом здесь. Стрельба была там, в райончике. Ответки не было. Да. Были чистые выстрелы. Соответственно. Это, скорее всего, была работа по зомби. Вон там в райончике. Ну, чел мне ебало отстрелит. Проблематичность ситуации, когда кто-то стреляет, а утянет огнестрела, заключается в том, что вероятность получить пизды равна 95%. Никто любить тебя просто так не будет. И терпеть. Если есть ган. Обычно игроки не такие дружелюбные, на самом деле. То есть, это бомжики, когда вот только начинаешь, да, со старта. Соответственно. Ты встречаешься с кем-то. Ты можешь поболтать, можешь объединиться, как бы. До тех пор, пока у кого-то не появится оружие. Дальше разговор может уже пойти по-другому. А можете, конечно, остаться какое-то время друзьями. А можете вообще подружиться, конечно. Но если ты без огнестрела встречаешь чела с огнестрелом, вероятность того, что он тебе пизданет крайне высока. Такое правило в этих выживалках есть. И всегда будет. Есть, конечно, ребята, которые пожалеть могут. Скажут, ой, ты фреш-паун. Что с тебя брать, да? Ты фреш. Фреш-фреш, блядь. Фреш-спаун. Свежий. Свеженький, блядь. Вот. И, соответственно, если ты свежачок, кепка, да? Тебя могут никто не трогать. То есть, ну, это уже зависит от человека. Но вероятность этого, конечно, крайне низка. У меня есть в тисках. Не очень удобно этим всем заниматься. Так, тряпочку забрали. Можно оружие протереть или нет? Нет, нельзя. Ну, все, еды и воды здесь нету, нихуя, блядь. Вот тебе и дейс. Такой вот стендалон. Чтобы здесь что-то залутать. Это надо постараться. Но в этом есть свой интерес, конечно. То есть, особенно на военной территории. Если ты успел прийти. Да, одним из первых. Зачистить территорию, как говорится. Получить ган. У тебя большое преимущество. Потому что сервера официальные. И, соответственно, ганы достать не так-то просто. У тебя нету здесь блэк-маркетов всяких и прочего. Поэтому все, что находишь, как говорится, все твое. Мне бы вот найти огнестрельчик какой-нибудь. Чтобы я мог хотя бы на выстрелы реагировать и бежать, понимаешь? То есть, это очень важно. Сейчас я вот слышу выстрелы, и мне не хочется туда идти, блядь. Потому что у меня шансов мало. А так, когда у тебя есть ганты, всегда такой, опа, нихуя, будильник. Там выстрелы. Пойдем, посмотрим. Можно сходить, аккуратно осмотреться, понимаешь? Ну, то есть, у тебя есть такое уже настроение. То есть, кого-то... Кому-то прийти, навалять. Или получить пизды. Одно из двух молокосухого, нахаваемся. Обезгана, конечно, блядь. Что-то там крадешься, нахуй, маленькая. Колу мне. Блядь. Колу! Пожалуйста, организуйте Кока-Колы мне. Блядь, а почему я теку так быстро? Зомби с одного удара вытекаешь. Какие-то перебинтовки стали очень долгие. Или мне так кажется? Что-то поменялось, блядь, но я не могу понять, что. Или так и было? Короче, пойдем отдадимся, нахуй, челику. Спаун, конечно, хороший. Стреляли вон в том райончике. Пойдем отдадимся, нахуй. Ну, его, нахуй, здесь ничего нету. А мне деревенские дома в любом случае нужны. А чел стрелял здесь. Вон там. Но это, скорее всего, было, конечно, по зомби. Он еду ищет. Слушай, здесь есть военная какая-нибудь территория? Если трупы зомби здесь найдем, значит, чел был прямо где-то здесь. Блядь, я боюсь, меня сейчас застрелят нахуй просто. Ну, это нормально, это логично было бы. Сам бегу. Давай-давай, прям по луже, блядь. Здесь машину кто-то собирает? Странно, как-то тачка стоит. Сука, темновато, мрачновато. Странно, дома не открыты вообще. То есть я здесь первый. Ну, нету нихуя. Ну, чел был где-то в этом районе. Проспауны, блядь. Господи, блядь. Молодой дедушка. Да че? Почему мне топор, блядь, из рук бы стоял, сука? Молодой дедушкам, нахуй. Надо разводить костер, здесь не париться. Отлично. Хотя я молока наелся, нормально. Все, оставим в еду. Надо про запор не забывать в руках. Тихо, нахуй. Разверещались, блядь. Я огоньков никаких не вижу. Ну, возможно, челы не хочет себя подсвечивать, естественно. Нелогично было бы. Бегать с тружком. Блядь! Колу! Кока! Спасибо! Видишь как? На заказ. Колу, блядь, и еды. Заебись. Как думаешь, челик здесь? Челик меня пасет? Мне кажется, он на райончике. Хотя обычно игроки перемещаются достаточно быстро. Понимаешь? Ну, то есть... О, блядь. Мне такое нравится. Прицел зато мне дали, да? Оружие здесь может заспавниться. Вот в таких домиках. Сука! Оружие спавануться может. Но я, блядь, половина хп уже проебал где-то. Вот, поэтому хотелось бы поиметь здесь пушечку сейчас. Ганчик какой-нибудь. Прикинь, сразу Мосинку скоп на нее какой-нибудь надеть, блядь. И у тебя, в принципе, все хорошо пойдет. Хоть что-то, ребята. Хоть что-то. БК-18 говно, конечно. Но это вид вооружения. Пустой. Вот, сука. Мы народ простой. У нас пистон пустой. Вот это хорошее место для спауна ганов. Всегда находишь пушку. Практически вот в этом вот райончике, в этой деревушке. Ты всегда на пушке. То есть пушку здесь найти вероятность крайне высока. Тихо. В этом передвижение у зомби было непонятно по какой причине. Мне колонку нужно найти с водой. Нихуя уже не видно. Давай, родимая, блядь. Прикольно, когда зомби колу приносят. Ну, то есть имеет смысл их убивать, да? То есть если бы зомби не было ничего, было бы грустно. Охуеть. 22 спортер. Здесь у нас калибр 7.62.39. Блядь, лучше бы я спортер нашел. Спортер, конечно, начальный ган. То есть говно. Но это полуавтоматика, которой можно, в принципе, в спину, в голову настрелять. Главное, это в голову стрелять, на самом деле. Для головы нормальный ган любой практически подойдет. То есть особенно если чел без шлемов, без всяких, ты ебало разбиваешь. Что спортер, что не спортер, это вообще не важно. Если ты стреляешь в голову, опять же. Ну вот, спортер бы сейчас мне не помешал. Нормальное такое, на самом деле, выживание пошло. То есть мы с тобой двигаемся в нужном направлении. То есть у нас с тобой вообще все, в принципе, неплохо. Лишь бы пизды не отхватить сейчас от челика с ганом. И тогда все будет ровненько, блядь. Ох, хорошо, так как, а? Где-то он же здесь бегает, этот маленький, блядь. Возможно, убежал в сторону военной базы, да? Здесь по дороге, как я понимаю, туда, если идти наверх. А тут налево нужно идти. Выйти наверх, налево, и там будет то, что нам надо. Но далековато, конечно, до военочки. Ну ты мне, скорее всего, чел туда направляется. А возможно, он оттуда и пришел. То есть раз у него есть пушка, раз он так спокойно стреляет по зомбям, не боится тратить патроны, значит, есть логика в том, что он, скорее всего, имеет лишние патроны и может себе позволить стрелять по зомби, да? Особенно без глушителя, вообще на похую. Хорошо. Это мне начинает нравиться все больше и больше. Если спортер сейчас найду, вообще буду себя уверенно чувствовать. Очень много метил. Просто пиздец. Игра хочет заставить меня подметать. Фонарики стоят везде. Нихуя здесь нет. Надеждано. Могилевка. Значит так. Большая дорога нас ждет с тобой. Опять же. Если тебе будет... Там хуй. Это хуй. Я вижу движение. Я не понимаю в темноте, что это. Это лошадка? Или хуй? Скажи мне, там человек? Я видел четко выраженное движение вон там. Между деревьями. В кустах. Вон. Да? Это кабан, блядь. Братан. Это кабан, ребята. Короче. Значит. Если хочешь продолжения выживания. Нового, скажем так, сезончика. Мы с тобой это сделаем. Ты только дай мне знать. Поставь мне лайк. Напиши мне, скажи, отец, я хочу дейзика. И напиши, что ты хочешь с модами. Или продолжаем здесь на стендалоне. Будем искать гранатомет. Чтобы на ком-то его использовать. Или нет. Поэтому напиши мне. И мы с тобой решим. Где мы снимаем дейз. Снимаем ли мы дейз. Или нет. Неплохая была встреча, конечно, с человеком. Но хотелось бы с ним подольше. Поиметь дело. Вот. Поэтому пиши. Люблю. Целую. С тобой был я, отец Шуморо. Пока-пока, братишка. Муа.